Девушки отдыхают Мне благодушно улыбается квадратный господинчик. Доктор С, ассистент Гера-профессора, так тут все называют Макса Рейнгарта, знаменитого режиссера. Он пригласил меня сюда, в Вену, на роль. Вначале речь шла о Гамлете, но после мне сказали, что планы изменились. Сказали, что сейчас, в 1928 году, Гамлет не будет интересен европейской публике. Предложили сыграть клоуна, скида, в современной пьесе о цирке. На немецком языке, разумеется. Доктор С исправляет мое произношение. Вкрикивают в меня гортанные немецкие фразы. Вбивает пустые механические интонации, уже голова раскалывается. А не уехать ли мне назад? Хотя, куда назад? В Советский Союз? В лапу ЧК? Нет, придется терпеть. Еще одно мучение. Уроки акробатики. Учусь прыгать через собственную ногу, которую я же держу в руках. Больно и стыдно. От отчаяния мне даже удается вскакивать на стол без разбега и прыгать рыбкой через разные предметы. Надеюсь, что когда приедет сам Рейнгард, начнутся настоящие репетиции. Он приехал за несколько дней до премьеры. Репетиции проходили у него на квартире. И по ночам, под утро, у всех все получалось ауспитсайхнет. То есть прекрасно. А генеральная была ужасной. Все мои трюки Рейнгард отменил. Я чуть не переломал ноги, зацепившись носками моих огромных клонских ботинок за край стола, на которые я должен был спрыгнуть. Все было нервно и бестолково. Закончили под утро. Лепнула мысль, а не напиться ли. Но даже на это воли не хватило. С тупым равнодушием вышел я на сцену. Мой монолог. Я начал. Первые фразы моего клоуна, моего скида, прозвучали странно для меня самого, совсем не по-немецки. Не гортанно, а сердечно. Наверное, это и есть руси шаштинная. И как просто он говорит, совсем не так, как на репетиции. Это должно быть от того, что я ничего не играю. Надо бы поднажать. Нет, сил не хватает. И кажется, что я впервые по-настоящему понимаю смысл его слов, его несчастную любовь к Бонни, партнерша скида. А как внимательно слушают зрители, актеры и даже Бонни. Вот она подошла к роялю. Заиграла грустную песенку. Я вижу скида. Вижу его чувства, его боль. Из глаз клоуна брызнули слезы. Стой! Останови их, это сентиментально! Скид сдерживает слезы. Встает. Странная походка идет по сцене и начинает танцевать. По-клоунски, одними ногами, смешно. Все быстрее и быстрее. Что происходит с моим сознанием? Я рядом с собой. И в зрительном зале. И в каждом из моих партнеров. Я знаю, что чувствуют. Чего хотят они все? Жаль, монолог кончается. Так много еще нужно сказать. Такие чувства. Неожиданные, сложные. Так гибко и послушно клоунское тело. И вдруг я почувствовал, что все существо и мое, и скида наполнилось силой страшной, почти непереносимой. И нету для нее границ. Она может все. Усилием воли, снова вхожу в себя. По инерции договариваю последние фразы. А после невероятное. Зрительный зал, партнеры, великий Рейнгард. И даже доктор С. Все щедро вознаградили меня за ад последних дней. Как я им благодарен. Всем. Все. Роль найдена. Мука прошла. А дальше? Дальше я с удовольствием играл своего клоуна. И удовольствие это только росло. Михаил Чехов. Великий русский актер.